Одна из самых необычных и вкусных осенних ягод это фейхоа. Обладает цветочным ароматом, а на вкус похожа на клубнику с ананасом. Также фейхоа очень полезна, в ней огромное количество витаминов и микроэлементов. А килограмм фейхоа содержит около 20 суточных норм йода для взрослого человека. Будем разбираться, как правильно есть фейхоа и как ее выбрать. Фейхоа употребляют в свежем виде, разрезают плод напополам вдоль или поперек, а желеобразную мякоть выедают ложечкой. Кожура имеет очень специфический терпкий вкус, поэтому есть ее не принято, но ее часто добавляют чаи или лимонады. Но если вы готовите блюдо с фейхоа, например, добавляете в салат, ягоду можно использовать и целиком. Кожура фейхоа добавит пикантность. Чтобы на рынке выбрать свежий и спелый фейхоа, нужно придерживаться некоторым правилам. Желательно выбирайте блестящие ягоды, но если вы увидели белый налет, который легко стирается пальцами, фейхоа можно брать. Также выбирайте крупные и упругие плоды. На ощупь фейхоа должна немного пружинить, но не выбирайте слишком мягкие, так как есть шанс купить переспелые. Также обращайте внимание на цвет. Фейхоа должна быть ярко-зеленого цвета. Не берите ягоды с коричневыми пятнами. Они говорят о том, что ягода уже начала портиться. Запах спелого фейхоа похож на запах сладкого ананаса. Степень зрелости фейхоа лучше всего оценивать по его мякоти. В разрезе она должна быть желеобразной и прозрачной. Если мякоть белая, то это означает, что плод еще не дозрел. А если мякоть вам попалась с коричневым оттенком, это означает, что плод переспелый или испорчен при транспортировке. Но если все-таки вам не повезло, и дома вы обнаружили, что фейхоа у вас не спелый, ему достаточно несколько дней в теплом и проветриваемом помещении, чтобы созреть. Подписывайтесь на мой канал, у меня еще много интересного.